Тренды-бренды. Простые истории о непростых бизнесменах. Молодой предприниматель заинтересовался, когда имел уже приличное состояние. На берегу озера Юнион Боинг перестроил старый лодочный ангар и организовал в нем аэроклуб. 15 июля 1916 года Уильям поднялся в воздух на своем собственном самолете. Полет оказался удачным и спустя месяц Боинг зарегистрировал компанию, названную своим именем. Спустя 9 лет фирма выиграла крупный контракт и стала первым в мире авиапочтальоном. Пассажиров и стюардесс Боинг принял на свой борт в 1929 году. Это была модель 80АС. Она была рассчитана на 12 человек. Боинг стал одним из самых влиятельных людей, а успех его компании не давал покоя правительству США. Чтобы не допустить единовластия в сфере авиаперевозок, парламент принял закон, который разрушил империю Боинга. Огромный холдинг распался на три компании. Уильям так и не смог прийти в себя после такого удара и оставил пост руководителя. Компания же направила все усилия на разработку новых моделей. В 1935 году Боинг выпустили истребитель «Кадет», ставший главным учебным самолетом авиации США. Примерно в это же время были разработаны бомбардировщики Б-17 и Б-29. Между прочим, самолет, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, тоже был детищем Боинга. Или, например, другая легенда компании – бомбардировщик-ракетоноситель Б-52. Это один из немногих военных самолетов, который находится на службе непрерывно более полувека. В 1958 году специально для главы государства приобрели три Боинга. К конвою были присвоены позывные «Air Force One». С тех пор в большинстве стран мира самолет президента страны называется «борт номер один». В 1960-х Боинг, как и многие другие компании, увлеклись космосом. Специалисты завода собрали носитель, с помощью которого был запущен на Луну Аполлон-11. Ну а в 1967 году в небо поднялся самый продаваемый гражданский самолет в мире – Боинг 737. У следующей модели 747-го Боинга размах крыльев был больше, чем протяженность первого полета братьев Райт. Впрочем, во время нефтяного кризиса для компании наступили тяжелые времена. Боинг пришлось сократить больше половины рабочих мест, и власти осознали всю важность этого предприятия для экономики Сиэтла и всего штата. На шоссе, ведущем в центр страны, повесили знаменитый плакат. Если вы последний, кто уезжает из Сиэтла, погасите за собой свет. Сегодня Боингу приходится оспаривать пальму первенства у европейского гиганта компании «Аэробус». Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Непридуманные истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату.